Ребятки, всем привет! С вами Александр, NoMadeSky. И смотрите, у нас такой прикольный звездолёт, напоминает звездолёт из Звёздных войн, только если бы обрезать его там сзади, да, немножко укоротить, но боковые крылья, короче, вообще шикарные. Давайте чисто так, просто чтобы он не улетел, мы к нему заглянем. Давайте купить звездолёт. Это на что? Ну, цешечка. Обсудить цену. Ну, в общем-то, ой, хуже, чем у меня. Ой, кстати, мне тут нужно продать кое-что. Белковый жемчуг, гравитинные шары. Отказаться. Отлично. Так, ну, а давайте мы сейчас вспомним, что у нас тут за задание. У нас задание здесь пробуждение. Создайте гипердвигатель, купите на космической станции, короче, 5 микропроцессоров. Ну, я знаю, что они вот здесь есть. Они у нас, не знаю, правда, сколько, по 19 тысяч. Давайте сейчас мы тут прокрутим их. Я их тут видел. О, таких тут полным-полно. А, они здесь почти в два раза дороже. Плюс 81 процент. Жесть. Да какая нафиг я его купил? Вот эти проценты, ребята, это, короче, наценка, скажем так. Насколько цена на эти материалы выше, чем в среднем. Чем, точнее, чем какая-то базовая. Так, не понял. Где мои материалы? Почему я не могу продать? Я не вижу здесь. Продать. Почему я не могу продать свои... А, вот. Гравитинный шар, до свидания. Белковый жемчуг, тоже до свидания. Так, геки, этюд, на думу, пригодится. Навигационные данные у меня 8 штучек. Мы тоже, может, полетаем по заводам. Потому что на заводах у нас есть чертежи, с помощью которых можно будет крафтить такие же, ну, подобные платы, которые стоят там по 4-5 миллионов. Вообще, эта игра сейчас активно апдейтится. Выходят у нее постоянно новые какие-то обновления. 21 ячейка С-класс, 20 ячейк С-класс. Короче, фигня какая-то. Давайте еще глянем, что у нас здесь рядышком есть. Ну, вроде как ничего такого интересного нет. Нам нужно создать гипердвигатель. Откройте инвентарь. Так, инвентарь. Звездолед. Вот сюда. Так, ешечку нужно нажать. Ух ты. Реактивная установка я могу создать. О, давайте я создам реактивную установку. Раз я могу ее создать за метеуглерод, то почему бы ее не создать? Так, а чем ее заряжать? Надо или нет? Так, обновленные цели. Все системы исправны. Создайте топливо для варпа. Так, сейчас мы... Так, а что у нас тут по карте? Куда нас направляет? Где наша главная миссия нынче? Ух ты, а ну-ка. Вот это что? 36 ячеек тягач. Сколько? 27 лямов, да, по-моему? Это... Звездолед. 15 лямов. Короче, что-то не по-того. Вот, давайте глянем. Пэшечку нажимаем. У нас тут только одно активное задание. Создание топлива для варпа. Чтобы выполнить международный полет, нам нужна, короче, антиматерия. Следуйте за сигналом и найдите источник антиматерии, чтобы создать топливо для варпа. Так, ну и где, где этот наш сигнал? А вот на таких вот станциях, кстати, ух ты, интересно, ты уникальный или нет? Ну, выглядит он довольно оригинально. Так. Кстати, у этих ребят, которые прилетают, тоже можно покопаться, посмотреть, что они могут, допустим, купить. Корвакс и скафандр, куб, но это пока что для нас дорого, покупать это сейчас бессмысленно. То есть, ну, у него ничего нет, то есть... Ну, продать ему что-то можно, загнать. За дорого. Извлеченные технологии, они мне самому нужны на базе, нужно будет их сплавить. Ну, ничего такого нет. Ну, давайте посмотрим еще и на этот кораблик. А, С-класса, то есть он не уникальный, но, по крайней мере, выглядит... Выглядит прикольно. Выглядит хорошо. Так, вот где... У меня столько всяких точек, вот только не поймешь, где они. Картинка похожая на завод у нас там висит. Вот это что? Капсула. Давайте слетаем капсулем, а вот у нас жужжащее яйцо. М-м-м-м. Жужжащее яйцо, это как раз вот те яйца, которые можно продавать. Фармить, скажем так, на яйцах. Так, ну, мы пока давайте слетаем. 10, 9, 8, 7. Ну, капсула нам на самом деле не особо нужна. То есть, просто когда мы уже начнем летать по космическим станциям, мы свой костюм сможем прокачать очень легко. Главное, чтобы были деньги. Так. Сохранимся. Это всегда не помешает сделать. Потому что игра все-таки еще полна глюков. Блин, ну мой корабль просто крохотный. Просто крохотный. Так. Улучшение. Так. Ионизированный кобальт. У меня такого добра нет. Антиматерии нет. Нифига нет. Короче, в общем, нам рано летать сейчас по капсулам. Ибо мы еще слишком недоразвиты. Блин, ну вот мне интересует этот красный. Это что? Наша база так указывается? И значок. Так. Ну ладно. Следуйте за сигналом. Где этот сигнал? Ладно, давайте. Аааа! Вот это прикол. Это как называется? Катапультировался так катапультировался. Опасная флора. Ладно, ничего не будем. Кстати, еще обращайте внимание, что вот эта циферка 3. Вот эти вот желтые такие квадратики. Это степень важности. 1, 2, 3. То есть, ну если единичка нам не важна, да, то троечка. Это полезная штука. Ну и мы пойдем, пойдем это дело соберем. Соберем. Так, луковая тыпа, это нужна она будет, аж растет, короче, в пещерах. И она нужна нам будет в далекие, далекие времена. Так, ладно, я тут немножко их пофармю. В общем-то, собрал немножко яиц, вылетел в кухню. Вот так работает наша ракетная установка. Что-то она вообще, короче, фонарь. Фонарь что-то мажет, долго перезаряжается. Еще отдельно ее нужно включать. Штука вообще бесполезная. Так, я думаю, раз мы пока здесь немножко подстреляем, заработаем теперь серебро. Вообще не надо, не серебро, а третий из третий. Ну это нам только что напомнили, что наш миги плавишь уже, чтобы перезарядиться. Но это нам не нужно. Так, ну ну что-то относится. Шикарно. Просто шикарно. У меня здесь медиуран, конечно, серебро. Блин. Ладно, пожалуй, я его выкину. Зря, короче, стрелял. Так, ну нам тут нужно нажать сканер. Космахе. У нас есть космическая станция и есть у нас сигнал. И давайте полетим. Так, по-моему, я на космическую станцию лечу. Здесь есть, конечно, определенные проблемы. Мне до космической станции ближе, чем к аномальному источнику сообщения. Ладно. Но, тем не менее, я туда и туда целую минуту лететь. Субтитры создавал DimaTorzok. В общем-то, подлетаем к аномальному источнику. Потом сразу, наверное, слетаем на космическую станцию. Может, там будут улучшения для нашего визора, чтобы мы смогли прокачать распознавание объектов разных, чтобы нам давали за это хотя бы десятки, можно и сотни тысяч в будущем получать. Просто за сканирование объектов любых, то есть животных, растений. Это хорошая статья заработка для начала. Нужно качать вот этот визор или сканер. Что? Одно из двух. Ну, это надо по станции по улучшению побегать, там будет понятно. Так, а посадочной станции здесь нет, да? А вот могли бы и поставить. Придется тратить топливо. Так, ну это вот, кстати, фигня похожа на заброшенный завод. Она выглядит точно так же. А, и вот вот эти яйца. Здесь три яйца. Здесь меньше яиц. Вот здесь яйца можно фармить, кстати. Я уже знаю как, просто нужно построить вокруг них коробки. Коробки. Ну, просто четыре стеночки. И потом можно будет фармить. Но, по-хорошему, еще телепорт бы здесь поставить. Еще маяк базы или что-то такое. Но пока что мы еще до этого не доросли. Но мы попробуем. Так, нам дали снаряды. Правда, нафиг они нам надо пока что. Ты у нас что даешь? Ну? 1700 юнитов? А, ну юнитов не на нитов. Это фигня. Здесь у нас немножко на нитов. А, коробки, кстати, относятся к нам лучше. Это хорошо. Так, есть вот такая вот фигня. Такая фигня часто бывает. 1300. Ладно, иди ты в баню. Это 1000 стоит дешево. Очистили терминал. Терминал активирован. Выбор ключа. Расшифровочка. Получилось. Так. Терминал весь забыт странным зеленым материалом. Забит, короче. Однако, судя по всему, он вполне себе исправен. Ладно, ничего интересного. Слизь всякая поросла тут. Панель мигает. И взять антиматерию. Ты найдешь нас, когда придет время. Короче, 16, 16, 16. Да, это магическая цифра в этой игре. И у нас есть рецепт. Кислород, ферритная пыль. Хм, контейнер нам нужно создать. У нас есть антиматерия, но у меня нет кислорода. Это какой-то нонсенс. О, здесь у нас еще можно выучить словечко. Кстати, кактусы классная тема. Если найти чертеж по переработке кактусов, на них можно кучу бабла намутить. Так, давайте мы сейчас тут отсканируем. И нам нужен кислород. Углерод. А где бы взять кислород? Там натрий, натрий. Так, тут птички летают. За это все дело мы получаем в любом случае нониты, но без продвинутого визора. Это что? Осы какие-то вообще были? Так. А если сделать строительство? А, я здесь не могу построить. Да ничего, пока у меня нет компьютера базы. Так получается. Нужно ставить обязательно компьютер базы. Да, 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 точно. Компьютер базы, чтобы мы могли строить. Но я не помню, сколько эта фигня стоит. Она не так уж дорого стоит сейчас. Особенно ее после того, как ее понерфили. Так, где же мне взять-то кислородик, а? Переключаемся на наш костюмчик. Мы считаем, это барахло продать-то надо. У меня есть антиматерия. В общем-то, у меня есть варп-ячейка. Подождите. Ну все. Доберитесь до открытого космоса. Блин. Реально, мне даже и сюда лететь не нужно было. Я где-то размутил уже ту ячейку. Где мой корабль? Ладно, давайте полетим в космос, блин. Ну вот, в общем-то, я вам рассказал. Ставите здесь коробочку 4х4. Залазите вверх. И там базы, расстреливайте все, короче, башни. На этих... На скорпиончиков, которые отсюда вылазят. И на стражи, которые на вас акринтся. Не реагируйте. Сами прыгайте в коробку. Потому что эти все монстры вылезут вокруг. Они не вылазят из центра. Они где-то на каком-то отдалении вылазят. Из этого места. И потому можно спокойно, короче, собирать себе яйца и валить. Так, у нас чуть ли не... А, не, не последний взлет. Это радует. Это радует, ребятки. И, в общем-то, мы сейчас уже сможем покидать пределы нашей галактики. Совершите ваппрыжок в другую систему. Нет, нет, нет. Мы пока что этого делать не хотим. Так. Это наша планета, кстати. Я ее вообще сканировал. Нет, я ее еще не просканировал. Мякоть кактуса, кобальд, перид. Отлично. Давайте вообще посмотрим, что у нас здесь есть. По планетам. Так. Где у нас еще какие планеты? Это у нас космическая станция. Да, мы туда обязательно слетаем. Это у нас солнце какое-то. Короче, во, вот еще одна планета. Наводим на планетку, нажимаем С-шечку и пошло сканирование. Грибковая плесень, серебро, аммиакми. Серебро на планете есть. Кстати, вот смотрите, у нас тут древние руины есть. Блин, надо туда слетать будет. Надо туда слетать, как по мне. Но сначала на станцию. Сначала мы летим на станцию. Монолит тоже пригодится, но чуть попозже. Нет, это долго. Делаем прыжочек. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Можно, в принципе, не тормозить. Да, она сама должна затормозиться. Мы, вроде как, туда не врежемся. Отлично пришвартовались. Станция Сигма. Давайте, нам нужно, как минимум, продать всякую, всякий хлам, который у нас есть. Завиданный этаж. И ранец нужно прокачать. Все нужно нам попрокачивать. Так, ну мы здесь уже были. Так, а у тебя какие-то технологии есть? Касательно визора. Меня интересует. Ладно, обменять. Так, защитная решетка есть. Нейронный стимулятор улучшения экзокостюма. Улучшение экзокостюма. Перчатка химзащиты. Нам эта фигня надо. Для того, чтобы мы могли руками собирать некоторые цветы, например. Там еще какие-то некоторые шутсы. Нам не обязательно будут их пилить. Так, а, ашечка. Блин, ну дорого стоит, ашечка. Ашечка. Пока не буду покупать. Но улучшать двигатель нам точно надо. Так, а куда бы нам поставить экзокостюм? Технология. Что для тебя нужно? Хромметалл. Хромметалл. Так, давайте сейчас попробуем найти терминал. Приобрести компоненты. Так, модуль расщепителя. С-класс. Говно. О, С-очка даже есть. Но у меня на НИТов столько нет. Обменять. Так, рециркулятор волн. Улучшение мультитулов. В систему сканирования встраивается мощный дополнительный процессор, значительно ускоряющий перезарядку устройства. Боевой прицел. Гасящий отдачу прицел. Так, не том. Вот мне вот эта штука, по-моему, надо. Радиус сканирования. Что-то подобное. То, что... То, что будет улучшать. Но это не оно. Но где-то рядом. И ничего не получилось, да? Ладно, валим отсюда. Нам нужно сделать варп-држок. Так, и вообще... Я хотел летать сначала на планету. Так. Древние руины. Ммм. Давайте сгоняем все-таки к древним руинам. Так, ребятки. В общем-то, вот я тут спасаю четвертый ключ. Мне вот интересно, если бы я не продавал тот ключ. Нужно было бы ли мне, короче, искать все эти ключи? Или обошлось бы и без этого? Так, давайте сейчас тогда вот откопаем вот этот наш старкохак. Так, как бы нам так его откопать, чтобы потом побыстрее оттуда свалить. Так, вот там у нас сверху есть гравитинный шар. Их, как обычно, здесь два, и один из них забагованный. То есть один вот здесь есть, а второй вот там. Вот видите, цифра два. Кстати, вон третий есть еще. Есть ли этот третий? Мне интересно просто. Есть. Сразу третий уровень угрозы. Сейчас прибегут собаки. Привет. Я жадный. Я не знаю, правда, сколько. По-моему, эти шары строя стоят совсем недорого. Но я в домике. Я, пожалуй, спрячусь от вас. Давайте мы здесь такую какую-то себе поликультурную домик построим. Так, главное, чтобы не закончилось у меня мое оружие. Так, ну и главное, чтобы и вглубь я не могу никуда укопаться, чтобы они меня типа не обнаружили. Или все-таки, может, смогу. Тревога не пропадает, как видите. Я уже довольно глубоко от них нахожусь. Но они, гады, меня палят, короче. Ну, не начинают подсчет времени. Сейчас я как открою этот арнефакт, будет, наверное, вообще плохо. Перед тем, как меня тут, возможно, убьют. Чего? Четыре? А, таких, может, вообще и три надо всего. Реально. Их три надо, а реально разбросано рядом четыре. Это чтобы, если кто-то не смог найти. Также я выполнил задание по поводу сбора груза. И чего я там, смотрите, насобирал. Варп-чейк или антим... Одна варп-чейк, по-моему, антиматерия там была. Нестабильного геля. Смотрите, по сто штук это все дело стоит. Ну, нормально, мы продадим. Еще я забыл вам сказать. Вот, у меня еще есть гекетюд. Я думал, это просто реликвия гека. Но нет, оно тоже нужно продать. Оно стоит 600 косарей, короче. Ладно, давайте открывать это добро. Может, тревога спадет? Продопалм сосуд. Вот, что это такое я нашел. 500 тысяч это растение, короче. Ну, вот реально ключ один можно выбросить. Вот в чем дело. Он реально запасной. Ладно, давайте мы тебя переместим. Ага, в недосягаемости. И это тоже, короче, ребята, небольшая проблема. Я довольно далеко от своего корабля. Давайте мы попытаемся сейчас его найти. Хоть в какую сторону-то бежать нам. Вот мой кораблик. 300 метров. Побежали. Ну, смотрите, нормально. Мы вроде как удрали от них. Это делается. Бежим вперед, нажимаем shift, то есть для бега. А потом нажимаем кьюшку и одновременно пробел. В общем-то, вот это руины. Там, кстати, даже где-то собака должна быть. Надо валить, короче, не оглядываясь. Вот скотина спалил меня. Так, псина, это опасно. Ну, вот мой кораблик. В общем-то, вот эти вот грузы. Нужно было целых 6 кусков найти. А об этом нам сказал вот тот шарик. Короче, там был какой-то бортовой журнал. Ну, по-моему, эту штуку поправили. Она как-то лучше работает. Так, давайте, ладно, я пешком от них убегу пока. Мне, вообще-то, еще надо ферритной пыли, углерода собрать. Потом мой ландшафтный манипулятор вообще... Короче, приказал мне долго жить. Ну, все. Тревога деактивирована. Что вот это за бочечка? Да, фигня какая-то. В общем-то, летим в космос. Делаем варп-прыжок. И на этом мы нашу эту серегу закончим. Ну, полетели. Летим навстречу Солуцу. Так, нажимаем. Икс. А вот это что? Вызов грузового корабля? Ну, я, может, заключил бы и корабль вылетел. Было бы круто. Так, первое открытие галактической карты. И куда нам хотят, чтобы мы прыгнули? Кью-Е. Так, давайте... Выбор конечную систему. Мои координаты. Ага, вот так вот. В тупую вот так мы можем двигаться. Сюда можем? Да, можем. Прыгнем. Куда можем? Туда и прыгнем, ребятки. Так, первый полет наш в гиперпространстве. И сразу же нужно запарковаться на станцию нам. Просканируем вот эти вот планетки. Гамма, корень, соль, уран, медь, уран, кстати. Запомним. Вот, есть станция. И, смотрите, есть три путя. Они, по идее, ведут к планетам или нет? А давайте откроем карту. Там мне что-то кто-то пытается вызвать, что-то пиликает. Офигенно, я прыгнул, короче, в систему, где одна планета. Об этом, короче, нужно было подумать. М, эээ, выйти. Зафиксировано источник сигнала. Но это будет после того, как мы запаркуемся на станцию. Нам нужно сохраниться. Звук такой классный. Как будто бы какой-то Mad Max или... Даже не помню, какой-то фильм у нас был с такой вот музыкой. Так, ну, в общем-то, вот, ребятки. Мы сохранились, так сказать. И начнем с продажи ненужного хлама. И дальше полетим по сюжетчике. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.